У нас есть всегда выбор, как отнестись. И может быть, даже если ты полностью идеально относишься к близкому человеку, он всё равно может тебя бросить. Такое может быть. Но если ты победил свою судьбу, чтобы ты после этого стал несчастным, такого быть не может. Вот если ты сделал всё правильно, победил свою судьбу, в молитве сердце остался спокойным, он простил близкого человека, у тебя с ним доброе, хорошее отношение. И если он не вернулся, мои хорошие, знаете, знаете, что это значит, что Бог вам уготовил что-то лучше. Если он не вернулся, а вы всё правильно сделали, значит, так надо. Значит, Бог уготовил что-то лучше, другого человека лучше, чем это. И так оно и будет, понимаете? Потому что если человек побеждает свою судьбу, никто не может ему воспрепятствовать. Потому что человек не решает нашу жизнь, решает только Бог. И мы перед Богом сдаём экзамены, а не перед человеком. Если вы так настроитесь и это поймёте, то никогда никто вас не сломает, никогда никто не испортит вашу жизнь, не надо ничего бояться. Но одну вещь вы боитесь, вот одно надо бояться. Вот смотрите, ваш муж выпивает, допустим, дерётся, и вы не выбрали от него правильную дистанцию, начали злиться на него, ненавидите, живёте вот в этом кошмаре. Это значит, что вы не понимаете, как правильно жить. Если человек находится в невежестве, надо такую дистанцию от него взять, которая даёт вам возможность сохранять себя. Может быть, жить отдельно, но не бросать. Помогать ему, ставить условия, заботиться. Но если вы терпите побои, то это значит, что это ваш выбор. Вы сами решили то, что не надо было решать. Если вы живёте страстью, или близкий человек живёт страстью, он постоянно упахивается, устает на работе, смотрит, там, боевики, там, и так далее, то есть он живёт вот такой жизнью, то дистанция тоже должна быть. Потому что если человек живёт в невежестве, то вы можете выполнять перед ним свои обязанности, заботиться о нём, молиться о нём, но вы не можете с ним общаться, как друзья. Это невозможно. Если человек живёт страстью, а вы в благости находите, допустим, работаете над собой, вы можете заботиться о нём, можете вместе с ним решать дела, деловые беседы решать всё, можете с ним. Вы можете общаться с ним на любые темы, кроме темы совести и работы над собой. Потому что если вы туда копнёте, внутрь сердца, вглубь пойдёте с таким человеком, вы разрушите отношения. Потому что эта тема запретная. Запомните, все люди, которые живут в страсти, они вместе воспитывают детей, вместе ждут, что они построят дом, там, купят квартиру, они вместе, допустим, хотят развивать детей своих, чтобы они были счастливы. Вот, эти люди никогда не способны заглянуть друг к другу в сердце. Запомните, такая жизнь, это просто, ну, добрый союз двух людей для того, чтобы быть счастливыми. Но это не союз двух соратников или людей, которые хотят понять, что в сердце творится близкого человека. Одна девушка, женщина ко мне подошла, говорит, мы с мужем жили много лет, у нас всё было хорошо, всё классно. Зачем он меня бросил? Я вам вчера рассказывал. Ответ такой. Потому что, когда люди живут в страсти, они не самосовершенствами занимаются, не Бог их цель, не работа над собой, а просто внешние какие-то радости, то эти люди никогда глубоко друг к другу в сердце не смотрят. И по факту они не вместе. Каждый сам за себя. Больше того, когда люди живут в страсти, у них нет ценностей работать над собой, молиться. У них по факту они все очень одинокие эти люди. У них нет настоящих глубоких друзей. А если они и думают, что у них такие друзья есть, то можно очень легко проверить. Когда, допустим, человека бросают вот такого, от него все отворачиваются. Плохой период. Потому что есть разные виды дружбы. Вот как люди в страсти, как люди в невежестве дружат? Они просто бухают вместе. Это не дружба. Люди в страсти, у них более глубокая дружба. Они вместе отдыхают. У них есть совместный труд. У них, ну, они соратники в работе могут быть. И они могут вместе отдыхать. Соратники в работе – это более высокая дружба, а совместный отдых – это менее высокая. Часто люди говорят, мы родственники, и мы очень любим друг друга. Но чем они занимаются? Они вместе просто отдыхают, проводят время. Ну, развлекаются. Понимаете? Вместе развлекаются. Когда люди вместе развлекаются, самый низкий тип дружбы. И когда наступает тяжелый период, все люди, которые вместе развлекаются, отворачиваются от тебя, потому что ты их уже не можешь развлекать. Понимаете? Если ты скользкий, вонючий, то тобой уже сильно не поразвлекаешься. Понимаете? У тебя плохой период, они все от тебя, их нет рядом. Это самый низкий тип дружбы. Дальше – деловая дружба. Ну, то есть люди вместе работают. Более высокий тип дружбы. Когда человеку плохо, его подтягивают. Ну, и даже могут помочь в трудную минуту, но никто не будет интересоваться твоим внутренним содержанием. Даже в этом случае. И самый высокий тип дружбы – это когда люди дружат в том, чтобы идти к Богу вместе. Вот этот тип дружбы – самый высокий. И он остается их в следующей жизни. То есть если у тебя есть такой друг, это назвать сердечный друг, тогда в этом случае ты можешь в следующей жизни рассчитывать на то, что он будет рядом с тобой. И таким сердечным другом должен стать также близкий человек. Но это со временем. Когда вы вместе начнете разработать над собой, развиваться, будете обсуждать духовный вопрос, вы станете сердечными друзьями. И это будет гарантия, что ваша семья никогда не разрушится, потому что между вами будет совесть. Не дети, работа, дом, а совесть. Вот как проверить вашу семью, как диагностировать. Если у вас есть муж или жена, спросите себя в сердце, могу я с ним поговорить о сокровенных вещах, о том, что у меня находится в сердце, как работать над собой, как развиваться. будет он меня слушать об этом или нет? Будет он меня слушать о моих недостатках, о его недостатках, как мы живем, чего нам в жизни не хватает. Будет он меня об этом слушать или нет? Если нет, значит, не надо думать, что у вас верные отношения, что этот человек вас не бросит. Не надо думать, что у вас все классно, и как бы все в сахаре. Понимаете? Все в сахаре может быть, если хотя бы один человек в семье начинает идти к Богу. Тогда появляется в семье совесть. Я в этом случае говорю, если у вас алтарь дома есть, то без штанов перед алтарем никто не будет ходить, даже кошка не будет туда прыгать. Понимаете? Если алтарь, там Богу молится, даже кошка будет уважать это место. Я недавно видел подтверждение. Я так всегда на лекциях говорю, я недавно видел подтверждение. Короче, вот такой клип. Берут кусок мяса, кошка голодная. И лежит Священное Писание. Кошку подводят к Священному Писанию. Вот, раскрытая книга лежит. И кошка ходит вокруг Священного Писания, не наступая на него. То есть ее пытаются завести на Священное Писание, а она его одевает все время за куском мяса. Туда, сюда, вот так вот обходит. Теперь дальше второй клип. Просто обычная книжка лежит. И кошка по ней начинает ходить за мясом. Но даже если кошка понимает, что такое Священное Писание, неужели вы думаете, что ваш мужик не поймет? ished. Щеллен. Экзыл. 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 Продолжение следует...